Мои любимые школьные предметы – русский язык, литература, ну и, пожалуй, история. А какие больше всего нравились вам? И что повлияло на этот выбор? Хороший учитель, интересный материал или, может быть, возможность отработать навыки на практике? Современные школьники настолько требовательны, что образование должно соответствовать, пожалуй, всем этим критериям. Этот выпуск программы – специальный репортаж об образовательных организациях, которые идут в ногу со временем и воспитывают профи уже с малых лет. Уникальный центр цифрового образования IT-куб. Здесь готовы обучить основам программирования даже первоклашку. Подобных центров по всей России всего два десятка. Свой теперь есть и в Тамбовской области. Все благодаря победе региона в конкурсе Минпросвещения. Товарищ робот, а вы бы хотели стать учеником IT-куба? Естественно. Я им уже являюсь. Меня создал именно он. Это, конечно, не серьезно, хотя в каждой шутке, как говорится. К примеру, в этом кубе, так называют аудитории центра, изучают язык программирования Java. Перед нами без пяти минут разработчики мобильных приложений. Сейчас дети знакомятся с основами операционной системы, с мобильными проектами. Здесь представлены проекты их более старших коллег из университета. И особенностью данной группы является наличие детей с ограниченным слухом. Их присутствие здесь позволит сформировать тот набор требований к приложениям, которые им требуют в повседневной жизни. И дети сами в дальнейшем смогут реализовать эти приложения для себя. А это Тамбовская школа номер 22. В этом учебном году здесь впервые открыли современную лабораторию для практических занятий по химии. Открытие такой лаборатории стало своего рода подарком для 22-й школы как для победителя конкурса компании «Пигмент» и «ТГУ» имени Державина. В проекте принимали участие 6 школ, но, как выяснилось, именно здесь преподают химию на высшем уровне. Хотя сама лаборатория здесь давно была, для полного счастья не хватало оборудования. С победой в конкурсе в школе наконец появились пипетки и бюретки для тетрования, новые реактивы, штативы и спиртовки. Вы знаете, в каждой параллели определенные качества практических работ по программе. В 11-м классе есть химический практикум, это 22 часа. В 10-м классе множество практических работ, в 9-м классе очень много. Также, конечно же, подготовка к Олимпиадам. Вот данная лаборатория позволит на более высоком уровне готовиться к Олимпиадам регионального уровня прежде всего. Место, где рождаются современные образовательные традиции – Тамбовский педагогический колледж. В новом учебном году учреждение получило новую жизнь. После ремонта здесь открылись мастерские для отработки практических навыков. Таких нет ни в одной другой образовательной организации региона. В современных мастерских все продумано буквально до мелочей. И, к примеру, с помощью такого оборудования студенты учатся проводить мастер-классы для учеников начальных классов. Сейчас передо мной электрическая цепь питания. И мы можем наглядно продемонстрировать, как по сети движется ток. Эксперименты с электричеством и микроскопами заложат знания, которые пригодятся в старшей школе на уроках физики или биологии. Своего рода первый шаг будущей профориентации малыша. По сути, детские игрушки становятся проводниками во взрослую жизнь. Специальный умный стол, к примеру, помогает разработать задания, рассчитанные на детей с разным уровнем подготовки. Например, ребенку послабее достанутся задания попроще. И наоборот. В общем, все, что педагог, хоть пока и будущий, желает вложить в своего ученика, у него уже под рукой. Здесь логика присутствует, потому что здесь, да, познавательная. Потому что здесь есть животные, например. И, да, можно изучить животных, рыб. Ой, я там какое-то животное заделась. Ничего страшного, они не умрут, не переживайте. Ну вот вам, как будущим педагогам, это полезно или вы просто вспоминаете детство? Это полезно, нет, это полезно на самом деле. Потому что при помощи разных локаций можно развивать в детях разные... И как бы мы и сами как бы это все вспоминаем. Нет, например, вот можно с ними в игровой форме учить животных. Например, морская черепаха, на какой глубине она находится. Также, например, птицы, тигры и дикие животные. Сейчас век технологий. И очень хорошо то, что есть такие технологии, которые не просто развивают, а они и играют, и развиваются. И мы поймем. IT-куб не просто образовательный центр. Это целая экосистема, которая объединяет лидеров IT-рынка, опытных наставников, прошедших специальное обучение, и школьников, которые мечтают связать будущее с цифровой экономикой и современными технологиями. IT-куб — это учреждение дополнительного образования. Занятия здесь будут проходить во второй половине дня. То есть все желающие ребята в возрасте от 7 до 17 лет смогут заниматься здесь сразу после школы. И что в Кубе приятно, обучение здесь совершенно бесплатное. На создание центра выделили почти 24,5 миллиона рублей. Это федеральные субсидии, средства регионального бюджета и вложения индустриального партнера. Вышло так, что цифровой центр стал чем-то на стыке образования, науки и производства. Не побоюсь это сказать. На одной площадке сконцентрировать возможности системы образования, дополнительного образования, возможности университетского сообщества, ну и, естественно, реальной сферы экономики в виде лидеров отраслевого развития, таких как завод «Пигмен» — это большая удача на всех. Планируется, что заниматься в IT-кубе ежегодно будут почти полтысячи детей и подростков. Ребята из отдаленных уголков региона тоже смогут присоединиться к обучению. Специально для них здесь разработали дистанционные программы — космические возможности для каждого. Десятиклассница Настя Моторина в новой школьной лаборатории чувствует себя, как рыба в воде. Насколько ловко девушка справляется со сложными методами аналитической химии, видите сами. Стоит ли говорить, что эта ученица уже определилась с выбором профессии? Мы участвовали в разных олимпиадах, также ходили на практику в наш Державенский университет. И я решила связать свою жизнь именно с этой профессией, выбрать себе профессию химико-технолога, чтобы в дальнейшем работать, возможно, на производстве. Такие школьники, как Настя — своего рода целевая аудитория совместного проекта вуза и химического предприятия. Если говорить официальным языком, это сотрудничество, направленное на профориентацию. Поражаясь проще, на производстве порой настолько не хватает специалистов, что обучать новых готовы уже начиная со школьной скамьи. На оснащение мастерских педагогического колледжа в рамках нацпроекта образования выделили 21 миллион рублей. Это средства федерального и областного бюджетов, а также собственное вложение колледжа. В мастерских уже обучается около тысячи студентов. Разработано больше трех десятков новых программ повышения квалификации. Делиться опытом планируют и со школьниками в рамках профпроб, и со студентами других учреждений. Многое оборудование в лабораториях уникальное. К примеру, такого анализатора состава тела человека в Тамбовской области больше нет. Сейчас девушки у нас, участник проводит анализ именно конкурсанта. И по его, так скажем, индивидуальным запросам потом будет составлять тренировку. Для этого необходимо узнать состав тела человека и что мы будем с ним делать. То есть сейчас у данного участника задача стоит. Пришла девушка, ей необходим набор мышечной массы. И сейчас, проанализируя состав, у нас участник будет разрабатывать комплекс упражнений, которые непосредственно будут направлены на набор мышечной массы. Сейчас студенты усиленно готовятся к чемпионату профмастерства WorldSkills. Физическая культура и спорт – новая компетенция. И открытие мастерской здесь пришлось весьма кстати. Больше практики, современных технологий и реальной профориентации. Таким мы видим современное образование. Оно не просто отвечает запросам общества, но на пару шагов опережает события. При этом то, что раньше казалось было уделом своего рода элиты, сегодня доступно каждому. Главное не бояться использовать новые возможности по максимуму. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok